Всем еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем следить за плей-офф стадией D2CL, шестой сезон. И на этот раз матч на вылет нас ожидает. Встреча в нижней сетке между командами Brame и Entity. Обе команды, соответственно, верхней проиграли. Проиграли по-разному. Например, Brame совсем ничего не показали против Na'Vi. Entity сражались против CIS Rejects. Там было не сильно лучше, но, тем не менее, эта команда немножко, наверное, показала себя чуть лучше. Ну и комментирую для вас, Морталис, вместе со мной в этот раз будет комментировать еще один конкурсант. Соответственно, соревнования от студии Dota2RuHub за право стать еще одним комментатором нашей студии. Кибер Степан, привет. Привет, Дим. Если возможно на ты, чтобы сразу, как говорится, все стены сломать. Да, и вперед в бой. Ну, да, действительно, вот он я, Степан. Очень рад. Тем более еще и этот официальный канал. То, что раньше мы, как правило, комментировали на пятом-четвертом канале Ruhaba. Были как второй каст, а тут, получается, вот такая честь выпала. Так что это, можно сказать, наверное, такой личный финал International для меня в этом месяце как минимум. Да и, в принципе, наверное, уже за долгое время. Ну что ж, пожелаю тебе удачи. Я всем желаю удачи. Надеюсь, ты сумеешь себя проявить. Слушай, стороны, ну рассказывай, смотрел ли D2CL этот сезон? Вообще, что про команды можешь сказать? Как они тебе? Ну и все такое. Слушай, да. Смотрел где-то вот за пару дней перед этим матчем. Несколько матчей посмотрел. Соответственно, плотно не следил ранее. Вот. Но к матчу, получается, вот готовился. Если говорить про конкретно эту встречу, ну, нельзя прямо, ну, точно сказать, кто является явным фаворитом. Вот. Потому что многие, причем, даже говорят, что вроде как Entity, скорее всего, победят. Но хотя я, например, больше даже склоняюсь, что, возможно, Brain себя показывали чуть даже лучше где-то. Вот. То есть тут, на самом деле, достаточно сложно. И я думаю, очень многое будет зависеть просто, не знаю, там, от физического состояния, от пиков, от вот именно таких каких-то факторов. Ну, посмотрим. Также не забывайте смотреть на сайт Winline. Баннер есть по трансляции. Там можно посмотреть коэффициенты на эту серию и на все остальные, на все дипсисезоны. В общем, на все, что можно найти по Dota 2. Можно посмотреть на Winline. Также 1000 рублей бонуса можно там получить. Ну, давай к драфтам переходить. Здесь у нас появляется Void. Только что был пикнут. Void, который сегодня уже побеждал. В лейте у Керри Вивера. У Энтити вижу Разора с Веспом. Ох уж этот Разор опять. Очень любят этого Разора сейчас. Хотя он, ну, не знаю. Я смотрю на него и думаю, ну, все-таки ты парень ситуативный. Хотя здесь, наверное, он все-таки неплох, да? Тыкунка есть, у которого можно выкачивать урон. И тот же самый Void, да, хотя он, конечно, может выпрыгнуть и порвать. Но все равно не хочется на это, кажется, тратить. То есть здесь, на самом деле, мне Разор, кстати, нравится. У Энтити, причем же уже встреча была с Брейм. И нечто подобное было. Там Разора взяли как раз тоже в первой карте и закрыли там за 30 минут. Ну, практически вообще без каких-то вопросов. Вот. Дальше, правда, что-то не пошло. Но с Разором они как раз-таки выиграли. Будем смотреть, что будет здесь. Видимо, умеют этого героя использовать. Я уже говорил на прошлой серии и продолжаю всю последнюю неделю. Вот мы только вышли с отпуска. Я продолжаю говорить о том, что мне этот герой, к сожалению, не нравится. Ну, кого мое мнение вообще волнует? Я просто увидел тенденцию, что герой начинает проигрывать очень много. Вот его в этом DPC цикле начали активно пикать. И при этом он начал-то с 50% плюс-минус винрейта. Может быть, даже 52 было. Сейчас 42% винрейта персонажа. Он проигрывает регулярно. Он не вытаскивает лейт. Очень часто команды почему-то берут его бездумно. Просто в первой стадии Разор. Поехали. Чего? Кого он закрывает? Непонятно. Просто берут в пустоту. И потом соперники научились к нему подстраиваться. Вот Китай уже отказывается от этого героя массово. И там его пикают довольно редко. Ну, по крайней мере, из тех пяти серий, что удалось мне посмотреть в этом сезоне в Китае. Соответственно, здесь снова он к первой стадии. И снова под него подстроиться можно. Воид. Нормальный герой против Разора. Разора также иногда смещают в оффлейн. Может, он и в центре постоять. И до сих пор здесь не ясно, куда он отправится. Может быть, это линия какая-то. Вис Прозор сложно. Кто его знает. Линия отвратительно смотрится. Но и такое тоже видеть периодически можно. Ладно, ждем последних героев. Сейчас, по идее... Опять же, это как будто, знаешь, такое какое-то открытие. Что можно покупать рефрешер. Вот. И прям вот Разор, ну, очень сильно людям прям понравился. Я тоже не очень понимаю этого. То есть он супер ситуативный. Но, ну, возможно, в этом что-то есть. По крайней мере, когда его только начали брать. Вот все подряд. Он действительно очень круто себя показывал. Сейчас, когда к нему действительно уже как-то привыкли, наверное, да, подобрали ключики, это уже не настолько страшный герой. Ну, то есть сейчас уже понимают, как с ним бороться. Вот. И появляется вайпер на пятый пик у команды Энтити. Ну, не знаю, что вообще скажешь. Вот по... В общем, то есть наверху достаточно противный такой пик. Но когда вайпер появляется, он всегда становится противный. Но тут еще и Огар Мак, и Вин оф Пейн. И вот это вот все, когда ты накидываешь свои вот эти отвратительные вещи, которые действуют достаточно долгое время, жгут врагов. Это... Ох, как же это неприятно, когда против этого играешь. С одной стороны, да. С другой стороны, вайпер — это герой, которому очень нужен хороший старт. Плохой старт — все, вайпера нет в игре. Он булка, его убивают элементарно. И добирается любимый Фурион команды Брейм. Они очень часто с ним играют. Фурион в сложную линию не прицепляет на Фейслес Войде. Ну и, соответственно, Виш должен играть на Кунке. Вишу перебанили его героя в последней стадии. Посчитали, что Кунка может пойти в сложную. Соответственно, убрали Тинкера абсолютно логично и Верку. Ну, это два его таких суперсигнатурных персонажей, которых боятся, против которых не хотят играть. Виш, ну, один из лучших Тинкеров за последнее время, что я видел. Да, он может там не дотягивать до уровня топов, ну, по типу Nothing to Say. Но, с одной стороны, это вице-чемпион Интернешнл, а с другой стороны, это команда, ну, Тир-2 в лучшем случае уровня. И Виш на фоне своих соперников, там, на D2L в каждом сезоне показывает. Действительно, очень хороший перформанс на этом герое. Его забанили, окей, сыграет на Кунке. На Кунке тоже, я уверен, умеет. Так, это вайпер в сложную от Тоби. Штормштормер, который стал чуть ли не первым, кто начал одевать Queen of Pain вот по нынешнему популярному билду. Ну, по крайней мере, в официалке нам уж так довелось. Адекватно мы комментировали и увидели. Именно у него в первый раз этот билл через Sky Asenge, плюс БКБ вторым слотом. Наверняка это и в паблике кем-то раньше использовалось. Но вот в официалках мне получилось увидеть именно у него, у первого. Так. Ну вот, такой на самом деле вопрос есть. Ты говорил про то, что сейчас как раз только вот закончились праздники, и ты сразу же вливаешься в доту, скажем так. Вот, кстати, да, такой вопрос. Как вообще ты, ну, вливаешься? То есть вот я, например, вчера еще буквально, я прям очень боялся, что у меня продолжится это состояние, чувствовал себя супер по-новогоднему, скажем так. Вот. И вот есть ли у тебя какой-то рубильник, и ты прям его нажимаешь, и все. Все, ты уже комментатор, и никаких вот этих новогодних флэшбэков нет. Четвертого числа я приехал домой. Все, я комментатор. Ну, и четвертого числа меня продолжали звать отмечать праздники, и вчера тоже был повод. Но я все, я в режиме работы. Я сразу же начал смотреть всю доту, то есть начиная с третьего даже числа я уже там посмотрел. По-моему, третьего первые игры Китая были, я их уже видел. Днем, соответственно, потом четвертого, пятого. Ну, в общем, доту не пропускаю. На втором мониторе всегда какая-то дота подрублена. Смотреть нужно все регионы обязательно, чтобы понимать вообще, что происходит. Понимать мету каким-то образом, да, сравнивать ее в первую очередь. Мета сильно отличается в разных регионах. Но мне силенок не хватит, наверное, еще и две Америки поглощать. Просто не вывезу. Но с самого раннего утра Азия и вот до, соответственно, СНГ сидим. Ну и до Д2ЦЛ. СНГ, конечно, не смотрю и понятия не имею, что там происходит в матче Navi-HR. Да, это, конечно, боль. Не хочу смотреть спойлеры. А, я понял, понял. Да, не хочешь смотреть спойлеры. Это ты верно сейчас подметил. Действительно, потому что там в параллели идет матч действительно важный и интересный, что самое важное. Вот. Но, ладно, не, будем откровенны, конечно. Этот матч для меня суперинтересен тоже. Ну, в первую очередь, конечно, из-за конкурса. Здесь уже начинается замес, ну, явно за руны. Но со Spartan, скорее всего, отдаст ФБ. Нет, Тоби? Нет, все-таки со Spartan Тоби тоже погибает в размен. Ну, все-таки для Braym достаточно приятный. Да пойдет, пойдет, конечно. Так заработали. Окей, 1-1. Вот такой старт у нас получается. С первых же секунд какие-то убийства, какой-то экшен. Отступит довольно хорошо, кстати. Ну, Кунка здесь выиграл именно первую пачку, можно сказать, наверное, из-за того, что хорошо отступил. Вот, но против Квапы стоять, ну, не всегда приятно. О, тут интересно сейчас будет на топе. Там смотри, какая тема. Вайпер, я вот сказал, что ему нужен очень хороший старт. Сейчас, мух, пытаются обломать. Этот старт попробует напасть на Вайпера, ну, или на Виспа. Ну, как-то рановато вышел Стоманин, и по итогу фраг сделать не получилось. Я просто много видел игр, где там какая-то дабла, ну, вот эта дабла, Void плюс Disruptor, точно к таким не относятся. Но какая-то дабла, например, приходила и Вайпера убивала там по несколько раз на линии. Виверт. Виверт Таск последний раз, я помню. 0.8 Вайпер с лайна вышел. Кто стоял на этой линии, не помню. Кто-то из наших СНГ игроков. Там было очень больно. Ну, вот здесь, конечно, Вайперу вольготно достаточно стоять, я хочу сказать. И если бы действительно его забрали, там еще ТПшки не было бы. Вот это было бы круто. Но сейчас мы видим, что пока что еле-еле живет как Void. Его отпивают там фласочкой. Но, в общем и целом, конечно, тяжело. Тяжело это будет для Вайда. Я думаю, это будет тяжелая линия, супертяжелая. Изгоняют, кстати, Кунку. Но против оранжевиков всегда стоять неприятно. Нет, тут по ходу жизни-то не будет у Void с Дизраптором. Я посмотрел, что произошло сейчас с Дизраптором. Крайне тяжело будет стоять здесь. И Вайперу надо, ну, просто маной обзавестись. И этот вопрос он решит просто при помощи манго. Он сразу три их несет себе. И с тремя манго, ну, тут можно уничтожить сразу дабл команды Брейм. У Брейм бывают такие матчи, где они проваливают старт. И потом, ну, только за счет Тинкера камбэк. Здесь Тинкера нет. И в лейте, несмотря на то, что драфт их очень силен, до лейта здесь банально можно не дожить. Все-таки у антики с темпом на порядок дела лучше. И вот сейчас Томанин как бы не отъехал. Последний удар долетает. Да, кристаллиз праг получил. Да, это было, конечно, внезапно. Я просто смотрел внимательно, как там просто сбивает Вайпер своих соперников. Вообще не выпускает ни на миллиметр из-под тавра. Это, конечно, ужаснейшая просто линия сейчас для Брейм. Вот, снизу, конечно, чуть, чуть это выглядит получше. Хотя, опять же, да, вот этот Огар. Мы понимаем, что здесь был килл, но хуже, чем против Вайпера. Как будто бы даже не придумаешь. Но Огар говорит, добрый вечер. Так, наверху какая-то... А, нет, не заруба. Нельзя это так назвать. Опять же, ну, достаточно пока что спокойная игра. Откидываются всем, что только могут ребята друг в друга. Но я думаю, что старт точно будет за энтити. И достаточно долго еще будет вот это некое преимущество. Судя по всему, будут проиграны все лайны. Ну, единственная кунка, в принципе, держится. За счет, тем более, еще и нейтралов. Да, ему достаточно легко стать брингером, их забирать. Но вот, вверх-вниз, это катастрофическая какая-то пока что история. Снизу Скайларк молодец. Сейчас помешал Разору добраться до Бейна. Остановил его. Бейну могло быть очень больно. Он мог погибнуть во второй раз. Но я смотрю, Скайларк хорошо пока стоит. Денает там, наверное, часть из денаев тупеньки. Но при этом и чужих крипов очень эффективно бьет. Сейчас, правда, на него нападают. Очень больно. Надо отступать. На развороте вот так с пеньками. Плывет. У нас сейчас стопят. Стопят. Книл, Кишмана сейчас убьют. Нет, не убьют. Ой-ой-ой. Фура, фура, фура. Ну, кажется, зас... Ну, хотя бы Размен. Хотя бы Размен нужен сейчас Стомане. Но пойдет до конца. Он тоже погибнет. Наверняка и Размена не будет. Нет, я даже не Размен. Да, это даблкил. Как-то все плохо. Ну, на самом деле, мне... Ой-ой-ой. Там еще и убивают Вайда. Ух, какой... Какой отвратительный старт. Прямо тяжело на это смотреть. Тяжело и больно. Было ощущение. Возможно, мне показалось. Но в сон кинули Огра. И поэтому, соответственно, его и не убили. Возможно, это просто как-то очень быстро. Огар снял сон со своего Разора. Ну, и пока что мы понимаем, что, конечно, проблемы большие у Бреймов. И я думаю, что и в мидгейме, в принципе, тоже вся доминация останется. Не дадут, скорее всего, Вайду. Спокойно, так сказать, дожить до того момента, когда он станет действительно огромным, страшным. Очень важно преимущество, которое получит Entity на старте все-таки в мидгейме развивать. Очень часто бывают игры, когда команда останавливается и не знает, что им делать. А здесь есть такой персонаж, как Фурион, который может сильно растягивать команду Entity. И, по большому счету, ловца этого Фуриона нет. Ну, то есть, любой из этих героев на тебя нападает, рядом нет Огра, ты делаешь тупаут. Все. И никто тебе этот телепорт не сбивает. Ты просто стоишь и летаешь по всей карте, в смысле, и улетаешь в случае чего. И если вдруг Скайларк здесь разберется, как ему действовать, то тогда он может такой занозой своеобразной стать и будет замедлять. А там в этот момент будет фармить злоты. Пока что, конечно, мы видим, что тут пытается вытаскивать свой фарм. И, в принципе, Фура не то чтобы сильно-то отстает. Он на третьем месте по крипам. Общие ценности у него... Ну, он около середины. Да, понятно, что он отстает от того же Разора. Но самое важное, что, в принципе, он не сильно отстает от Вайпера, у которого какая-то огромная доминация прилетели здесь на Вайпера. Вайпера будут пытаться забирать. Улетел куда-то Висп. А, его просто глимсонули. Вот и все. Но в ответ забрали все равно Войда. Сюда уже Штормштормер пришел. Будут пытаться забирать, скорее всего, Фуриона. Он закрылся в спрутах. Пытается дать ТП и остался еще и без ТП. Какой прекрасный, на самом деле, размен для Энтити. Хорошая своевременная перетяжка от Квапы. И даже без Соник Вейва они закрывают свою пользу. Ситуацию. Конечно, дали подышать Кунки в это время. Но все равно Квапа довольна. Да, у Кунки и так было все нормально. Вроде как... Скоро восьмой левел возьмет. Ну да, изначально-то план был неплохой. И классно там растянули Виспа с Вайпером. Получилось быстренько от Вайпера избавиться. Но чуть-то наполучал урона Нефрит. Погиб следом. Ну и Квинов Пейн тоже вовремя перетянулась. Классно получилось. Снова экшн, снова сверху. В этот раз с Кункой. Да, на Вайпера. Через ультимативную Кунки. Сейчас через корабль. Но там как же отхиливает Висп! Просто ужас! Тоби умрет, скорее всего. Да, умирает Тоби. Можно... Ну нет, больше никого, скорее всего, здесь не поймают. Слишком толстый Угрмак. Фуловый ИО. И ребята просто отходят. Но вот Тоби забирают вчетвером. Вчетвером они здесь находятся. В это время фармит Разор. Фармит Квапа. Которая, кстати, мне кажется, если бы Квапа еще сюда перетянулась, они могли бы еще и поубивать всех вообще. Ну вполне, вполне, да. Но тут вот самая главная проблема Вайда в данной ситуации, что вот куда ни глянь, везде какие-то так называемые доты. Да, когда ты постепенно хорошо нападение на Агра. Вот это очень хороший килл. Со Спартан забирает. Тут Войд как будто прям кричит. И собирает Мидас, кстати. Собирается уходить в гиперлейд, судя по всему. Потому что... Ну и... И то, что он собирает Мидас, говорит о том, что он уверен, видимо, в том, что они переживут этот мид... Мидгейм, когда... Когда основная сила Вайпера. Ну, это, конечно... Может сыграть с ними злую шутку. Видимо, очень надеется на то, что Фура действительно будет очень круто распаличивать линии. В центре на Виша нападение. Суник Вейп есть хороший, хороший, очень слип, но... Естественно, он быстренько забирает один саппорта на себя и легко убивает кунку. Здесь снизу, тем временем, атака на Разорах. Инносфера поставлена. Хорошие тиммейтов не задели. И в ответ погибает керри команда Энстити. Так запрыгивает сюда Квапа. Попытка будет забрать Фуриона. Ну и, скорее всего, заберут. Да, заберут даже через спроты. Все прекрасно видят. Так, пошли дальше. Квапа не стесняется ничего. Кортика нет, правда. Вот сейчас бы замедление, конечно, не помешало. Нужно как-то разбудить Квапу. Разбудили Квапу. Пошла забирать Бэйна. Бэйн, Стики! Как же прекрасно работает этот предмет. Ну и Квапе приходится очень глубоко за ним идти. И все-таки погибает. Даже Фарифайр не спасает. Здесь у нас под мидлейном подловили Ио. Ио получает огромное количество урона на самом деле. Но на развороте просто убивают Дизраптора. Кунка тоже подставляется. Убивает Ио и уходит под башню. Там ДД. Это очень вкусно. Но его... Ну нет, нет, нет. Фуру здесь отменяет. Понимает, что Кунка все-таки уходит. Сейф не нужен. И отправляется на нижнюю линию. Много очень килов у нас здесь. Не сравнить с тем, что я только что посмотрел в предыдущей серии. Шторм-штормер. Мана есть на блинг. Останавливают блинг. Ну тут Вайпера прям... Вот Вайпер тот герой, которого можно спокойно кинуть в сон. Ну, попросить, чтобы он тебя разбудил. Потому что Вайпера забирать тут, ну, конечно, тяжеловато. Придется давать достаточно большое количество способностей. Так, со Спарта он прилетает на мидлейне. Такая активная дота. Мне прям вот нравится. Действительно. Ну, тут у вас вторая карта была, ну, где-то с середины от части похожа. Когда там была куча ошибок. Ну. Так, ну Агра. Сейчас попытка его забрать. Скорее всего, увенчается успехом, да. Там еще и Торен. Туда запрыгивает Квапа. Квапа будет сейчас пытаться забрать Кунку. Ее моментально возвращают. Но здесь Вайпер просто-напросто должен убивать Кунку. Кунка убегает. Пока что живет. Вот, еще стики работают. Стики в очередной раз просто-напросто спасают. Пока что живет. Как же? Ну, тычка все-таки добирает там. Причем это даже ИО добрал. Ну, там в любом случае Кунка не выживал. Очень сильное давление. И вот этот Мидас Вайда как-то выглядит немножко опрометчиво. А что делать, когда у тебя такой плохой старт? Можно купить молнии из двух не самых дешевых частей. И с помощью них пытаться камбэкать. Он решил выбрать Мидас себе. Ну, тут исключительно затягивать игру нужно Брейм любыми способами. Штормштормер, конечно, жизни не даст на своей Квапе. Ну, сильно он на ней играет. Он это в очередной раз демонстрирует. У него очень мало плохих матчей на этом герое. И с соперниками равного уровня он, конечно, максимально раскрывается на этот персонаж. Не зря его на ФП для него выбирают. Розора будут убивать тем временем на Топе. Все, что можно, в него выдали. Правда, Квин оф Пейн приходит. Хороший ультимейт. Ой, Розора-то не убили. Убили только сейчас. Бабное, чтобы... А мы теперь убили. Да, но там Мека. Очень своевременная у его. И сейчас его улетит. А, ну... Тоби. Круто. Себя поверил. Тоби, по-моему. Очень, да, очень нагло. Он пошел просто под корабль. Его должны забирать. Забирают. Дружище, ты куда? Да, ну вот Огрмак. Ой-ой-ой. Кунг сейчас выходил. Как будто хотел получить прям в лицо этот стан. И дать возможность. О, и как шикарно прыгнул сюда Квапая. Даже не ожидал, что она здесь появится. Но она запрыгивает. И убивает двух своих соперников. Ну, там убил второго, конечно, Фишман. Но это... Это все просто так написано. На самом-то деле мы все знаем, что это все Квапа. Да, фрагов много. Но преимущество растет не так быстро, как могло бы. Там в этот момент Skylark все-таки фармит. Skylark такую боевую версию ночь из профита. Решил нам показать с барабанами. Такой нечастый артефакт. Редко его можно встретить в играх. Не на определенном только наборе героев. Также будет покупать себе Сайленс, судя по всему. Ну, не знаю. Я смотрю на этого Фориона. Да, он, конечно, товарищ интересный. Но как будто бы вот этот Тоби, который сейчас становится все сильнее и сильнее. Здесь пытаются поймать Бэйна. Выходили в смоках. Это не самая лучшая цель. И Бэйн, скорее всего, успеет 0-1. Да, успел. Успел улететь на телепорте. Это его, собственно, и спасло. Своевременное нажатие кнопки. Про которую довольно часто забывают, кстати, игроки. Хотя это прямо очень сильная возможность улететь из драки просто на телепорте. С контролем беда в НДТ, как ни крутили. Один стан на команду. И действительно помнить на фулл хп там. Не видишь Огра, просто нажимай тупо аут. Скорее всего, выживешь. Ну, сейчас, я так понимаю... А, нет, Юла не будет у хвопы. Но, я думаю, что просто вот если... Ну, там, Элевена убили, кстати. Это важный килл. Действительно, этого товарища надо останавливать. Потому что он, как ты говоришь, я согласен. Он, наверное, единственная такая надежда. Лучик света. Просто проблема в том, что... Если как-то Брейм это затянут куда-то глубоко в лейт. Каким-то чудом, опять же, да. То тогда, конечно, шансы у них достаточно хорошие. Потому что у них как раз-таки и контроля много. У них есть дизраптор, который может собрать там к 80-й минуте, я извиняюсь, гоним. Вот. И тогда, в принципе, все будет достаточно хорошо у этих ребят. Да ладно, ты его недооцениваешь. Он за час купит. У него нормально все будет. Ну да, это в любом случае опция в лейте. Да тут много опций в лейте. Тут дизраптор не нужен. Поставив хроносферу в три героя, ты выиграешь игру. Главное, не проигрывать 45 тысяч к этому моменту, когда ты будешь готов в этой хроносфере этих трех героев забрать. Пока мы видим... Зато какой коэффициент будет. Ну, кстати, о них. Давай обратимся сразу к Винлайн. Посмотрим, что они предлагают. Предлагают они 4,5 на команду Брейм. 1,14 на Энтити прямо сейчас. Остальные коэффициенты по баннеру, по трансляции. Там обязательно смотрите. В том числе на матче Na'Vi, например. Который прямо сейчас идет против Ашер. Не дразни, не дразни нас. Остановись. Ну, действительно, мы видим... Ну, не знаю. Шансы все-таки остаются всегда. Тем более, когда, да, у тебя в команде тут вот воин, который может поставить какой-то купол интересный. Но, кстати, остается всего 250 голды Домидаса. Я хочу заметить, это очень хороший знак. Возможно, скоро он появится. Нападение здесь на Квапу. Квапу просто все у нее отдают. Скорее всего, ее заберут. Сэйвить никто не летит. Прилетел Висп. Добрый вечер, говорят ребятки. Вот этого нам и нужно было. Кто там следующий? Тоби сюда. Подождите, сейчас кроносфера будет поставлена. Да, кроносфера. Реально Огр летит. Их. Кристаллист Разор пытается высосать здесь просто-напросто. О, Натур Профета. Но Кунка остается. Профет остается. И поехали обратно. Ну, как же все было круто. Но, на самом деле, мне кажется, что нужно вот уметь останавливаться. Знаешь, вот как будто ты убил двоих. И уже ты слишком в себя веришь. Вот этот Вайпер показывал, что он бронированный. Что его тяжело убить. И просто-напросто сюда приходит Разор. Нажимает свою вторую. И все, от него только убегать. Может, фура. Потому что... Ну, а что ты еще сделаешь здесь? Я думаю, просто не рассчитали урон. Идея-то неплохая была. Поставить кроносферу. Я не увидел, где там Дизраптор находился. Потому что статик-шторм был. И по большому счету можно было накрывать там двух героев. Кроме Разора. Но они приняли решение улетать. Улететь сумели... Никто не сумел там, кроме Войда, по большому счету улететь. Кунка в наглую начал кастовать телепорт. А рядом как раз был живой Огрмак. С единственным станом на команду. Который избил этот ТП. Таким образом, в любом случае, размен, мне кажется, получился положительный для Брейм. К вапу убили, стрики избили. Сколько за него получили? 539 золота. Получил Виш. Следом погиб. Я думаю, его устраивает. Такой расклад сейчас, мы видим, одевается через... Потом еще и О забрал. Да, так что у него там почти тысяча за этот файт была, скорее всего. Тем более, да. Все отлично у Кунки. Складывается, несмотря ни на что. Лучше всех пока в команде фармит. Ну вот не покупает себе БКБ. Да и БКБ здесь не такая уж и полезная штука. Может быть, действительно, просто в ЛДПС попробовать передамажить соперника. Вылить вот весь урон, который возможен в хроносферу. Пару раз стайббрингера ударить. И надеяться, что все там помрут. Может быть, сработает. По-прежнему не критично. Вот пять тысяч как было, так и остается. Было даже чуть побольше. Смотри, смотри, снизу-снизу в спину выходят Кунки. Там ШБ есть, есть Дизраптор. Правда, еще одна цель. Вот ее... Ой, а где Огар? А где Огар? Просто ТП. Просто ТП. Насколько же это элементарно. Ох. Ну вот, кстати, по поводу хроносферы. То, что ты говорил, то, что да, Дизраптор. Дизраптор был в собственном лесу. Что он там делал, непонятно. То есть, они выходили там практически все. И... Ну, и вот и... Вот и все. То есть, там даже, знаешь, Дизраптор-то мог даже, если бы он там был, глимсонуть кого-нибудь. Если я, опять же, не путаю. Просто я помню, что я вот под конец драки увидел его около собственного шрайна. Я самой драки его просто практически не видел. Вот, может быть, я ошибаюсь. Может быть, действительно там был. Но, по-моему, не было. Скорее всего, он тоже улетал оттуда. Либо бежал туда, но понял, что опаздывает. Ну вот, мы только что увидели, как это работает, когда у вас Громак далеко от цели. Сбить телепорт некому. И Фурион-то в этот момент растягивал верхнюю линию, да, пушил потихонечку. Нефрит что-то фармил. Потихонечку слоты появляются у Брейм. Небезнадежно все, несмотря на отвратительный старт. Вот эти все фраги, которые наделал Шторм-штормер, они могут просто ничего не значить по итогу. Прямо сейчас даун очень высокого уровня. У него 15-й левел, Разора 15-й. Вообще по уровням там 5 левелов ведут прямо сейчас энтити. Это прилично. То есть ключевые таланты, ну или не ключевые, просто таланты дополнительные появляются. На Квапе на 15-м, на Разоре. Квапы хороший талант, ну, который позволяет ей руками круче бить. Такой очень гибкий герой, которого не обязательно одевать как кастер, а он вполне себе боеспособный. Даже просто с домашними слотами и кирасой там можно на Квапах увидеть и так далее. Ладно, 5К. Продвижения пока нет у команды. Уй, здесь откинул Дизраптор ультимативную и просто пытается уйти. Нормально. Опять 8 человек стянули, улетели. Может быть даже Вайпера снизу перехватят. Тоби только что раскрыл свое местоположение. Вернется сейчас Висп, и Виспа будут здесь наказывать. Он попытается притянуться к Тоби. Вот тут интересно. А, он не один, лоу. Тут купол просто-напросто. Чего? Они прилетают. Зачем? Вот и все, вот и все. Сейчас ребята будут отвоевывать вот это все, что сделали в начале ребята из Entity. Вот такие, если действия будут ребята делать из Entity дальше, то убираем все шансы. Да уж, перспективненько. Да, всего лишь, что надо во вражеский лес прилететь на тизере. Все. Не, ну кошмарно сыграли. Я, если честно, думал Висп 1 вернется. Читалось же вроде, нет, что там будут люди. Я понимаю, что был Вайпер, но вы в любом случае могли там оказаться 3 в 4. Это если повезет, а то и 3 в 5. И, ну, очевидно, знали, что кулдаун хроносферы, вернее, хроносфера не на КД, соответственно, она есть и ее будет использовать Войд. Там не то, чтобы читалось. Там стоял Вард, они их прекрасно видели. То есть, ну, в общем-то, это супер странный мув. Не знаю, зачем они вернулись. Так, Вапа, кстати, нападает через БКБшечку на Дизраптор. Дизраптор, тп. Но вот сейчас уже не получится, потому что ультимейт есть. Тратить его не жалко. И зарабатывает 332 золота. Вапа. Почти красиво. И забирать собираются Рошана. Камнеголовый падает очень быстро. Просто они уничтожают товарища. На 21-й минуте Рошан достается в копилку Энтити. Где никто дефать не собирается. Сразу, моментально, на низ используют ультимативную висп. И через релокейт, скорее всего, сейчас будут ловить. Хотя бы одного подцепить. Блин, стан! Хорошо, вот он стан. Вот он стан, который мы ждали. И он появляется в этой игре. На самом деле, это вообще ничего не меняет. Этот фраг на Вейне. Опять большими силами. Ну, в смысле, много людей. Там релокейт приходится тратить. Убивают не коргероя. Это полностью устраивает, мне кажется, Брейн. Медленно, но верно они качаются. И Войт, ну, пока Войт будет слоты свои собирать, остальные герои будут просто урон в хроносферу наносить. Рано или поздно он тоже до слотов может добраться. И тогда уже и Войт будет очень страшным. Разор играет по стандартному билду. Рефрешер, Кираса, какая-то сатаникш. Как-то так этого персонажа стараются одевать. Ближе к лейту. Ну, там обычно не Кираса, а Шива. Кираса, Кираса, Кираса. Кираса покупается, да, да, да. Тут в зависимости от героев соперника, конкретно здесь можно и Шиву, наверное, купить. Ну, мне кажется, да. Кунка Войт пойдет. С другой стороны, это, опять же, физа. Особенно ближе к лейту, когда Войт с лотами обзаведется. Ну, и Кунка, да, очень сильно физикой бьет. Может быть, Кирасу имеет смысл собрать, не знаю. В общем, не просто так покупался плейтмейл, и во что-то он его постарается грызть до ноль, рано или плохо. Кираса здесь еще хороша тем, что они ведь хотят быстро закончить. Кираса это как раз про быстро закончить. Можно будет спушить как можно быстрее все это дело. И снизу, видите, что происходит просто-напросто. Пытаются напрягать. Когда у вас падает Т2, снизу уже начинает тихонечку грызться Т3. Но слишком потихонечку, как будто. Да-да, это все так. Лишь бы забайтить, лишь бы вернулись игроки Entity в ту сторону. И посмотрите, что делает Фурион. Умерзается. Просто очень хорошо все круто вообще исполняет. Забрал крипов. Добивать Т2 ты не можешь. Как же он хорош. Кстати, там еще и Бэйна убили. Ну, Бэйн это такое, разменная монета. Там же пеньки бегают, 1600 хп и 100 урона. И ты не можешь их игнорировать. Они вот только что допушили вышку без участия самого Нейчерс Профита. Есть Аганим Шарт у него. Ну и, соответственно, рано или поздно можно добраться до 25 левела. Там вот пеньки очень крутые. Ладно, это все не скоро. Скоро хочется увидеть вот Entity каких-то действий активных, которые обозначат вообще их намерения в этой карте. Потому что пока все крайне медленно, крайне скромно. Учитывая их старт, учитывая то, что они сумели получить в начале. 9-1-6 у одного коры, 7-3-5 у другого. Ну, хочется, чтобы эти коры показывали свою силу. Пока этой силы нет. Экономика вообще не растет. Она только падает. Посмотри, что творит опять Нейчерс Профит. Вот он вызвал пеньки. Я за ним только и смотрю. Все, минус треть вышки. Почти половина. Сейчас половина будет. Разор, посмотри, как он отпушивает. О, вот это отпушивает. И это ультимейт еще. Да, это ужас. Ну вот Фреон, да, это, конечно, достаточно серьезная сила. И ведь Войт потихонечку начинает как-то уже становиться чем-то. Чем-то, хотя бы чем-то, да. То есть, конечно, Мидасик работает, Мом работает, там БКБ есть. Скоро будет. Ой-ой-ой, находят здесь. Его Квапа пытается уйти отсюда. Войт, ну и на ТП через БКБ просто-напросто улетает. Опять релокейт потратили. Релокейт, толпа героев стянулась вниз. То есть, осталась только одна внешняя вышка Т2 снизу. Ну, либо хайграунд. Все, других опций ведь нет сейчас в команде. Они не знают, куда им пойти. Вроде Аегис на руках. Вроде хочется подраться. А где драться? Как драться? Фури он не будет драться. Фури он будет вас разводить все это время. Было смешно. Там минут пять назад Висп... Ну, не пять, может, побольше. Висп отставал от Войда. Буквально там что-то на 300, что ли, голды. Такой был момент. Ну, вот сейчас уже, конечно, Войд выбрался из того ужаса, где был. Но как же, как же работает все-таки этот хури он? Что происходит на... Забей. Они никогда его не убьют, пока не будет Огра. Хотя, какой Огра? Там БКБ уже есть на двух корах. Вот, в этом, да, да. На трех корах. На трех корах БКБ. Все, телепорты не сбиваются. Каковы шансы, что герои Мэддити даже там вчетвером хватит урона, чтобы пробить этот онцель? Ой, нападение здесь пошло. Разоробот БКБ начинает разбивать лицо Бэйну, Бэйну разбил, больше никому не может, потому что остальные все просто убегают. Допустим. И вот, кстати, кнопочки-то все. Может быть, Т2 можно даже здесь попытаться подефить, но тут Квапа прогоняет. Там, извините, Т3 уже пушат. Да, и еще, и еще эти барабаны, которые, они еще так работают громко, они... Ну, Кирис... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Как же хорошо сейчас все делает товарищ на Дизрапторе! Летит туда вайперы через ультимейт и вот сейчас будут забирать! Что происходит? Не, не будут, не будут, не будут урона не хватит. Там летит виск. Ну, да. Но это почти минус Т3. Нет, это минус, скорее всего, Т3, потому что Катапульта стоит. Накормишь деревья, действительно, я согласен с левелом. Не, ну Скайларк пока в соло. Вот серьезно. Он эту карту на своем Nature's Profit уничтожает и при этом в доту против людей не играет. Пока он играет против крипов, против строений, он побеждает их. Вот он снизу сейчас. Вряд ли будет какая-то атака. На самом деле на таких фурионов смотреть один сплошной кайф. Я не знаю. Я очень рад, что именно здесь этот товарищ. Вот, кстати, подскажи, вот ты называешь его Скайларк, то есть Eleven это он просто поставил, правильно же? Ну, конечно. Я просто понимаю, что есть Eleven. Ты не обращал внимания, сколько Eleven сейчас на профсцене? Это очень много. Это четвертый, по-моему. Один играет в Юго-Восточной Азии. Посмотри, посмотри, нашли здесь фуриона. Подходит сюда, пододвигают его и добрали все-таки. Просто пододвинул Аквапа своим мультимейтом к фишману Скайларка. Вот, и все-таки забрали. Не, Брейм не собирается драться. Все, они только видят людей, они сразу же жмут BKBTPout. Они будут фармить. У них Мидас, у них на Чирспрофит. Они собираются играть в такую бесконтактную доту. А насчет Скайларка, ну да, он же сколько играл под тем никнеймом. Я не знаю, откуда это пошло, что начали себя называть Eleven. Один Eleven, в Азии есть Eleven. Ну, китайский оригинальный Eleven есть. Eleven, конечно, не то чтобы мемом стал в прошлом сезоне. Ну, короче, он местами вообще не тащил. Нападение. А вот что сейчас сделал? Ошибся, Войд. Да, просто погиб. Еще и Квапу вернули назад. Наглимся, чтобы она продолжила пушить лайн. Неплохо. Ну, кстати, Шива у Квапы. Наш спор разрешен. Это точно Кираса на Разоре. И будут заходить сейчас на Т3. Вот это ошибка от Вайда. Байбека нет. И, ну, есть, конечно, чем дефать. Другой вопрос, что они могут просто разменять сейчас этот Т3 в верхнюю сторону. Полноценную сторону. Не, не, вряд ли. Тут, значит, с профиту придется уходить. Все-таки с виспом можно перехватывать. Ну, или хотя бы прогонять этого Фреона. Но Т3 он спушил. Начал барак. Причем правильно делает. Бьет рейнджовый барак, который не отрегенится. Да, и вот, пожалуйста, сколько там? Пять тысячек осталось каждому крипу, а он добьет. Фантастично. Не, не, не. Я сейчас, конечно, имел в виду, что... Ой, смотри, прилетел просто. И сейчас появятся, появятся новые. Добей, 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 добей. Так новые появятся, они добьют. А, все-все-все, видно. Вот и все. У него же шар. Какой же умница. Я имел в виду, что если они будут разменивать сторону, потому что там есть кунка, которая, если что, там кинет какой-нибудь торрент, тогда точно там уже минус бараки были бы. Смока, кстати, разбивается сейчас от ребят из Брейм. И они, скорее всего, отправятся ловить квапу, которая, в свою очередь, пытается поймать Фуриона, который просто нажимает БКБ. Ну, вот квапа тоже, скорее всего. Нет. А все, а все. А БКБ-то не нажмешь ты на квапе, дружище, под хроносферой. Убьют, не убьют, урона хватит. Там через ультимейт, там через ультимейт Бейна, скорее всего, должны забирать, да, забирают. И уходить надо. Прилипает, правда, Назор, который будет пытаться их всех поубивать, но ему не дадут это сделать, потому что они просто уйдут. Там через первый, а как ты поймаешь, что войда? Никак. Господи, что это? Что это такое? Они просто убегают, и все. Даже делать ничего не надо. Ты просто убил одного и убежал. Не, ну я тебе так скажу. Брейм катают сейчас команду Энтити. По всей карте катают, по макро катают. Да, они настолько переигрывают. Энтити могут играть лучше в доту, лучше драться, лучше стоять линии, но это необязательные факторы для того, чтобы побеждать. Рошан только через минуту. Но в этот момент Фурион пойдет куда-нибудь еще. Ну все, сейчас нас смотрятся люди, увидят этот Мидас, и все. Добрый вечер, паблики. Гера подрезал. Ой, там еще хороший предмет лежал нейтральный. И Вайда очень тяжело будет здесь ловить. Ну, в первую очередь, конечно, Фуриона тяжело будет ловить. Но этот пик с одним станом... Конечно, находит Вайда, кстати, видит его. Он просто выпрыгивает и, скорее всего, также выпрыгнет в кусты глубоко и... Просто наугад как-то искать. Как же много времени они тратят. В этот момент вся команда Брейм фармит. Один войд. То есть они все фармят. Ну, у них нет ярко выраженного сейчас героя, который получает все деньги с карты. У Брейм имеется в виду. Это может быть Войд, это может быть Фурион. Кунка когда-то успевает. Но сам факт, что они растягивают все три кора каким-то образом, но качаются. И по-прежнему игра затягивается в лейд. Я не знаю, мне нравится лейд больше у Брейма. Я просто вижу Войда. Я вижу Войда, который может всех победить. Да, он очень много уступает Розору уж тем более Квапе. Дайте ему вот еще один лишний арчвак. Я не знаю, вот в инвентаре ему сейчас скади положить за эти, да, пять тысяч. И вот тогда это будет уже такой здоровый Войд, который с удовольствием пообщается с Квапой, с Розором. Там забирают Рошана тем временем. А я хотел бы принести официальные извинения перед Дезраптором, потому что 31-ая минута, человек почти с агонимом, а я, как непонятно кто, говорил, что 80-е. Вот так нужно играть в доту, получается. Кстати, Рошана-то отдают бесплатно. Это, ну, такая халява, прям, ну, как-то... Так они драться не хотят. У них сейчас... Купол есть, все есть. Мне кажется, они послабее сейчас просто из-за количества денег. Они понимают, что не в этом их сила. С другой стороны, знаешь, я соглашусь с тобой. Тут вопрос в том, что, а насколько вот этот Рошан меняет то, что у вас нет станов и ТП люди могут нажимать? Ну, никак не меняет вообще. Единственное, что вы можете рано или поздно, ну, включить Рэмбо и пойти сломать линию напролом просто за счет перефарма, да? Очень приличного. 5-5 героев снизу. Я не могу, я не могу, я просто ржусь и жу. Ну, это невозможно. А наверху пеньки ломают милишный барак. Тут медленно будет, тут медленно. И Квапачи сберется Фориона. Она ходит, кстати, Фориона-то. Бьет, убьет, убьет. И уют, да. Вот это хорошо. Не, милишные бараки пока с профи-то не по силам, пожалуй. Мелнир вот тут вводится, проявляются какие-то артефакты. Так, антити, делать будем что-то? Тут уже игру надо закончить. А, будут. Нашли сейчас Бэйна, Бэйна собрали быстро. Это правда Бэйн, но в любом случае, любой фраг сейчас, который, на котором не нажали телепорт, это уже победа. Вот летит, кстати, на... Отпушь, ойд. Есть купол, хороший! И все, нет разора. Нет, нет, пока же еще рано. Убьет, убьет. Убьет. Ху, при чем ты видел? За долю секунды. Там просто миллисекунда! Там так повезло им! Ой, как не повезло разору? Ужас! Да, было близко. Супер близко. Но они опять, они настолько много времени выиграли. Пока он появится, пока они дойдут, пока они опять линию отпушат. Там Аеги закончится просто за это время, там осталось три минуты. Так это, ну, да нет, тут даже речи нет. Это, не знаю, причем очень вкусно. Смотри, ДД находят. Они действительно могут сейчас дождаться, пока появится купол. Там, сколько я понимаю, ДД примерно столько и пролежит. И вот под драку с куполом можно будет опять выйти. Уже с ДД. Лунка может там очень сильно по лицу надавать. Волон, чтобы хроносфера успела откатиться. Там полторы минуты осталось. Линкинсферу будет покупать себе нефрит. Да, карта получается очень любопытная. Такие разные сегодня карты на Д2ЦЛ и разгромы тотальные, и камбэк с Войдом, и снова Войд. Но в этот раз не он главное лицо. Он, естественно, сыграет еще наверняка свою роль в этой карте. Пока что он им торгует, а главное лицо это действительно Фурион. У Фуриона, кстати, Кираса. Кстати. Ему бы левел поднять. Он из-за того, что только умирает, в драках не участвует, киллов не делает, рядом не стоит. У него 16 уровень всего лишь. Я просто посмотрел на Квапу 25, мне страшно стало. А Фурион 3 с конца. Там Висп 17 и Огр 20 на минуточку. Огр, откуда? Фишман, ты где это берешь вообще? А, Мидас. Все, прошу прощения. Я что-то не обратил на это внимание. Все, вопросов нет. Фишман, батя, он тоже понял, как побеждать в эту игру. Да, как сказал бы, Рамзес на миду берешь, но сейчас Рамзеса нет. Здесь у нас, соответственно, ребята выходят с маках, как мы видим, через вражескую тройку. Могут обойти, очень быстро спилить Бэйна. Это будет хороший килл перед стартом драки. Но находят функу. Нет, находят Дезератора. Это тоже очень хороший килл. Сейчас обоих, скорее всего, спилят. Да, никуда не уйдут. Вот сейчас очень круто. Очень крутое начало. И там нет байбеков, что самое важное. 11 тысяч перевеса. Это может очень злую шутку сыграть с Бреймом. Это важно, потому что Дезераптор, в первую очередь, в таверне со своим ультимейтом. И сейчас обязательно он нужен для того, чтобы защищаться. Да, есть Глиф. Да, возможно, тавер дэмэдж не самый сильный. И Розор, как мы видим, до сих пор без Аганима. С ним он пушил получше. Линия может быть уничтожена. А, хороший купол. Ну, выпрыгнул Штом Штормер. Хорошо, Шторм Штормер не подставился. Розора убили. Но там сейчас будет наваливать Вайпер. Нужен, нужен, нужен еще контроль небольшой по Войду. Не будет контроля, но его и так заберут. Его должны забрать, да. Дальше может переключаться на Кунку. Уже сейчас Кунку никуда не отпускают. Нет, все-таки отпускают, да. А здесь Шторм Штормер. Ну, как будто бы хочется продолжать это все. Там, если что, бараки снизу были уничтожены. Держу в курсе. Фурион разобрался. Вайпер. Надо Вайпера уже взять и добить, наконец-то. Или Квапу. Или обоих. Желательно Войт после байбек. Ассалис получил, выпрыгнул. Забрать хороший ультимейт. Хороший ультимейт. А Дезераптер. А Дезераптер закрыл двоих. И Квапу, скорее всего, будут забирать. На второй раз. Вот сейчас, в первой жизни. Там Кунки есть. Прокаст, там есть Крест, если что, вернуть ее. БКБ есть. А я немножко не в тайминг. Как же ошибся Кунка. Это очень серьезная ошибка. Это стоило 120 секунд в таверне Войда. Ой, Квапу сейчас все-таки должны здесь. Нет, нет, да как ты живешь? Там Розор пришел разбираться с БКБ теперь. Драка, она просто бесконечная. Как же он наваливает здесь по Кунке? Кунка пока что живет, под кораблем находился. И сейчас Бейн показывается. Бейн, зачем же ты это сделал? Говорят ему. Но есть лапки. Фурион полетел за баунти руной, чтобы Кунка мог байбек нажать очень грамотно. Так. Но у Драка, скорее всего, продолжится. Ребята или уходят? Нет, нет, нет. Остаются. Хотят снести бараки. Нужно сносить бараки. Скайларк снес снизу бараки. Да, да. Один из. Сбегал за руной, чтобы Виш выкупился. Тяжелейшая ситуация сейчас у команды Брейм, но не безнадежная. Все-таки строение они снесли больше, чем оппонент. Элевен улетел наверх. Вот Элевен. Вот. Оно прям. Элевен. Не может не вырваться. Не, ну он, может быть, официально никнейм свой поменял. Даже на этом есть как его. На Ликвипедии он Элевен себя зовет. Я просто привык его Скайларком называть. Уже столько лет прошло. Тут он в этом сезоне решил поменять никнейм. Ну, еще в прошлом начал. Так, наверху Фурион забирать будет сейчас бараки. А вот снизу, ребята, дерутся. Дизраптора влетели. Дизраптор ультимейт поставить? Нет, не смог. Нет, не успел, не успел, погиб. Ну и ребят просто отходят. Брейм-то себя чувствует очень, очень плохо. Да, потеряли бараки, конечно. Фурион, это 4. Что еще делать? Да, ну здесь, скорее всего, будут минули стороны. Да, да, да. И вот две стороны на две стороны, конечно, здесь на руку команде Энтити. Герои пошли, Огра добили, естественно. Но этого маловато будет. Ну, Фурион пытался здесь поймать Виспа, но вот сейчас самому... Ларк живи, БКП оттп аут. БКП оттп аут, да. Сейчас это работает. Ну, почти Т4, ну, половину спушил. Там крипы постоянно ломают еще все. Да, игра, конечно, такие странные какие-то качели, я бы, наверное, это так назвал. Ну, это не качели даже, это вот что-то, просто что-то новое. Новый вид доты. Скайларк, смотри, что творит. Идет ведь добивать ту вышку, которая уже битая. Да, да, ведет. Идут работнички, как же они работают, а? Ему 25-ый бы понятный. Ну, где экспы взять? Ой, да, это действительно нехватка. Ну, вот сейчас даже 40-ая минута, даже книгу, например, себе покупают. Но там до 25-ого еще вечность. 1,8,10 стата, вообще в киллах не участвовал. Да уж. Ну, это прикольно. Это действительно яркая очень карта, которая до сих пор не закончилась. Обе команды лишились двух сторон. Одни потом и кровью, другие просто так. Ну, и Рошан через минуту. Что успеет снести Фурион за минуту? Ну, вот сейчас в смоках ребята выходят. Как же он бесит, наверное. Да, я думаю, там недовольны им. Мне кажется, люди начинают тильтовать, когда проигрывают карты из-за вот такого. Ну, это знаешь, это как некий такой... О, и поймали Фуриона. Не нажимал он здесь БКБ. Не хотел тратить. Но нужно было. Добьет руками, да. Байбэк есть с другой стороны. Не все потеряно. Рошан через 20 секунд. Релокейт. Сейчас вернется Виск. Вернулся один. Ну, не знаю. Конечно. Сейчас супер... Такая дота. Непонятно, кто действительно намного сильнее. То есть, как бы... Вроде бы 17 тысяч, да? Но вот этот Фурион, который постоянно распличивает. И любая драка под ультимейтом Дизраптором может все перевернуть. Аганим. Аганим и Дизраптор. Ну, кстати, уже давно, в принципе. Я уже давно извинялся перед Дизраптором. 10 минут назад. Да, да. Ну и вот, кстати, Рошан появляется. И Энтити, скорее всего, его будут забирать. Ну, вот этот Рошан уже важный. Вот сейчас уже очень сильные ребята-то из Энтити. И его нельзя отдавать. Ну, вот... Не успевает, Брэйм. Не успевает. Теперь он только-только появится, прилетит. Рошан уже упадет. Он с Аганимом. И Аганим достается Разору. И он не будет покупать свой. И он уже будет... Ой, как хорошо. Хорош, хорош, хорош. Можно здесь попытаться забрать очень быстро. Нет, Вайпера все-таки не цейвили. Вайпера добейте. Добили Вайпера и выбили сразу же этот Аегис. Сейчас еще и Агра. Да, здесь можно попытаться Шторм Стормера поцепить. Туда Сеон. А есть чем продолжить. А нечем, пока что здесь появляется Разор. Разор начинает наваливать Фуриону. Фурион улетает. Все убегают. Брэйм, в принципе, этого Рошана нейтрализовали. Не, ну это классно было. Да, хроносферу потратили. Но теперь ситуация... Ой, 4 в 5. А пока бачки-то нету. Так, хорошо. Ну, здесь Бэйн погибнет. И товарищ на Фурионе. Не успеет. Кажется, тоже, да. Сайленс поймал, погиб. Два бэйбэка есть. 25 тысяч в пользу Энтити. Т2 до сих пор стоит в центре. Соответственно, мега-крипов Фурион Дэш в теории сделать не сможет. Придется работать по Т4. Одна почти уничтожена. Постоянно Штормер вынужден возвращаться на базу для того, чтобы отпушить. Он просто делает это лучше всех. В этом драфте. Еще и с Шивой. Там просто засада Курьеров на нижней линию. Сейчас Разор пойдет. Сейчас посмотри, с скоростью будет Авар падать. Так, хорошо. Ой, его, кстати, не убьют сейчас? Можно здесь Раптора? Ну, нет, вряд ли можно. Ну, вот здесь Разора подъелили. Хорошо живет. Ну, там под БКБшкой. Второе БКБ еще сейчас будет у Разора. Просто-напросто рефрешер. Ну, Сатаника нет, если что. Ой, как быстро убил Войда. Как же его ворснули. А, это была пика. Это была пика. И здесь Кунка может погибать. Да, Генка погибает. Войд погиб. Ну, это может быть похоже... Это похоже на конец. Да, остается три героя. И самые важные димедж-дилеры в таверне сидят. Да, Т4 уничтожена. Но там всегда можно вернуться. Что делает Левон? Интересно делает. Помрет сейчас. Вот на этом, наверное, будет поставлена точка. Энтити вымучили эту победу. Скалерк пытался-пытался, но не додушил. Все-таки не дофармили героя Брейм. Ни Войт, ни Кунка. Ну, Войт в особенности. По этому показателю сильно отстал. Это была неплохая карта местами от некоторых игроков Брейм. Но в совокупности Энтити, конечно, заслужили эту победу. Потому что все 40 минут они были лучше. Как команда, не считая того, что им портил жизнь Нейчурс Профит. Да, несмотря ни на что, Брейм подарили нам, на самом деле, шикарную игру. По эмоциям, я хочу сказать. За счет, конечно, за счет фуры, в первую очередь. Но как они катали их, как они их катали при том преимуществе, которое было у Энтити, это все-таки дорогого стоит. Да, классно получилось. Классная карта. Сегодня Д2ЦЛ радует. Пока мы уйдем на перерыв. Минут на 10-15 вы можете зайти на первый канал ДОТО 2 РУХАП. Там посмотреть матч на Авиашир. Там наверняка уже идет вторая карта. Я спойлеры никакие не смотрю. Поэтому не в курсе, как там дела обстоят. Далеко в любом случае не уходите. Возвращайтесь минут через 15. Продолжим просмотр. Может быть, Брэйм подарит нам интригу и попробует забрать вторую карту. Пока перерыв.